Сначала у ребёнка тело младенца, затем он меняет его на тело мальчика. Мальчик меняет тело на тело юноши. И таким образом вы меняете свои тела. У вас есть этот опыт. Вы помните, что были в теле ребёнка? Вы помните себя в теле юноши? Хотя этих тел уже не существует, но вы существуете. Следовательно, вывод состоит в том, что когда это тело уже станет непригодным, вы должны будете принять другое тело. Это называется Тадха-Дхан-Тарапраптих. Итак, мы должны сменить тело. Это закон природы. Душа бессмертна. Душа не умирает. Умирает лишь тело. Но люди не знают об этом. А поскольку они заняты греховной деятельностью, их мозг становится настолько тупым, что они не способны понять такие простые истины. Так же, как я меняю тела во время этой жизни, когда я ставлю это тело, я получу новую жизнь. Это очень простые истины. Но с прогрессом современной материалистической цивилизации мы стали настолько тупыми, и что не способны понять этого. Бхакти означает очищение от обозначений. Что они собой представляют? Каждый считает себя американцем, или индийцем, или европейцем, или австралийцем, кошкой, собакой. Тем или иным телом. Мы должны очиститься от представления о себе, как о теле. Я не тело, а гамбра масми. Я душа. Это нужно осознать. Тогда мы не будем делить американцы, австралийцы, индусы, мусульмане. Нет. Пандита самодаршина. Пандита означает образованный человек, тот, кто воспринимает все в истинном свете, как оно есть. Пандита самодаршина. Такой человек очень образован, виддя, и очень добр. Виддя, значит, образованный, то есть он добр и серьезен. Он не плут какой-то, не грубиян. Это называется виддя, признак образованности. Он должен быть очень образованным, здравомыслящим и молчаливым. Это джентльмен. Поэтому человеческая форма жизни должна быть использована надлежащим образом, не для чувственного наслаждения, подобно кошкам и собакам. Это безответственность. Ответственная жизнь такова. Я получил эту более совершенную форму жизни, которая лучше, чем у кошек и собак, и у меня больше разума, чем у них. Если я буду использовать ее исключительно для удовлетворения четырех телесных потребностей, потребности тела включают в себя необходимость в пище, кошки, собаки, люди, верховный судья, да кто угодно, все нуждаются в пище. Им также необходимо спать, нужна квартира. Кошки и собаки могут обойтись и без квартир. Однако, тем не менее, они нуждаются во сне. Требуется еда. Ей нельзя пренебречь. И секс – это тоже реальная потребность. А также и защита – это тоже необходимо. Но все это одинаково присуще кошкам, собакам и человеку. В чем же состоит отличительная особенность людей? Отличительным качеством людей является то, что они могут рассуждать, я получил жизнь в теле американца, индийца или австралийца. Но что будет со мной дальше? В какое тело я попаду? Таково использование человеческого разума. Кошки и собаки не способны думать об этом. Поэтому мы должны думать. «Теперь под воздействием сил природы я оказался в этой форме жизни путем процесса эволюции. Теперь у меня сильный разум. Как же использовать его?» «Би-дэй-ш-та-сад-бай-а-хам-и-ба-бид-дам» «Знание, как таковое, предназначено для постижения Бога. Такова цель знания. Совершенствуя знания, вы можете продвигаться в науке, но пока вы не придете к пониманию того, кто есть Бог, ваше знание остается несовершенным. Это называется веданта. Ататао-брамаджиггаса. В действительности обозначения не имеют ценности. Важна личность, а не обозначение. природа — это механизм. Вы думаете, что механизм действует без участия оператора? Есть ли тому доказательства? вот механизм, делающий снимки. Это удивительное устройство. Оно ведет съемку, движется. Но ведь им управляет оператор. Можете ли вы привести примеры, когда машина работает без оператора? Так тогда как вы представляете себе, что механизм природы действует без верховного оператора, Бога? Как вы себе это представляете? Это не очень логично. Мы должны рассуждать, основываясь на свидетельствах. Одно из свидетельств — гипотеза. Гипотеза в том, что поскольку мы не знаем машин, работающих без оператора, мы должны заключить, что даже если мы не знаем, кто такой Бог, что такое природа, нам следует понять, что природа действует под управлением какого-то верховного оператора, и это Бог. Мы не обязательно должны видеть этого оператора, но мы можем догадаться, что он есть. Итак, человеческая жизнь предназначена для того, чтобы понять, кто этот оператор. В этом смысл и назначение человеческой жизни. Иначе это жизнь кошек и собак. Они едят, спятся, выкупляются и танцуют, и все. Это не жизнь человека. Мы должны выяснить, кто этот оператор. Ататова Брамаджи Дьясана. Так гласит санскритский текст. Человеческая форма жизни предназначена для того, чтобы задавать вопросы о верховном операторе. Этот верховный оператор, Кришна настолько добр, что даёт свидетельство в Бхагавадгите, Мая Дьякшена Пракрити, Суэта Сачарачарам. Это я. Под моим руководством действует Пракрити, материальная природа. Спасибо вам большое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok